МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу о деятельности городского парламента Гордома 38, студия Енина Герцкина. Новый учебный год начался. В 14-й школе Иркутска для начальных классов построен новый блок на 500 мест, а в гимназии номер один новый корпус примет 360 учеников. Всего в Иркутске в этом году первый раз в школу пойдут 9020 детей. Сформировано 377 первых классов. На торжественных линейках сегодня побывали депутаты Думы областного центра. Волнение и радость. Эти чувства переполняют 1 сентября не только школьников, но и их родителей, среди которых в этом году председатель городской думы Евгений Стикачев. Сегодня парламентарий отправляет в первый класс свою младшую дочь Варвару. Я уже опытный родитель. 11 лет назад старшая дочь у меня уже была в первом классе. Сейчас она поступила в университет. А сегодня мы продлеваем это удовольствие. Опять так же тревожно, но не менее радостно. И вот младшеньку отправляем в первый класс. Я хотел бы всем пожелать хорошего настроения, чтобы детки ваши радовали вас в своей учебе, чтобы уважали учителей, потому что с ними они 11 лет будут идти по жизни. И чтобы все было хорошо. Сегодня хороший день, замечательное настроение. Пускай оно продлится на весь год. Я хочу изучать рисование. Почему? Потому что я люблю рисовать. Также Евгений Стикачев вместе с директором 47-й школы Надеждой Геннадьиной Тютриной торжественно открыли линейку. В этот день в Иркутских школах напутственные слова учащимся сказали и другие депутаты. Алексей Гришилов, Евгений Савченко и Георгий Ни, а также Андрей Стрельцов. Народный избранник поздравил с Днем знаний школьников и учителей 26-й школы, единственной на территории 11-го округа, в которой обучается более тысячи учеников. Знаний, знаний нашим детям, они учатся только для себя. Если они будут умными, значит будут успешными. Успешными, значит сделают хорошие семьи. И от этого наша страна только станет сильнее. Поэтому я желаю и школе успехов, и педагогам, и детям, и родителям. Депутат отметил, сегодня эта школа востребована. Поэтому в планах народного избранника решить вопрос по строительству пристроя, чтобы дети с большим желанием и комфортом обучались в учреждении. Мария Евстратова, Юрий Абчиков, Гордума 38. 30 лет дружбы депутаты Думы Иркутска приняли участие в мероприятиях, посвященных 30-летию побратимских отношений с городом Шиньяном. В областном центре были проведены праздничные мероприятия. Среди участников был мэр города Руслан Болотов, вице-спикер Думы Юрий Коренев, депутаты Максим Девочкин, Александр Квасов и генеральный консул КНР в Иркутске Ли Хай, представитель МИД России Людмила Курбатова. На острове Конный посадили деревья. А в Музее истории Иркутска Сибиряково на улице Франко-Каменецкого прошло открытие выставки. Там была представлена экспозиция знаковых китайских изделий и сувениров, полученных в разное время иркутскими делегациями в Шиньяне. Новые скверы, больше хороших дорог, освещенных улиц. В округах заканчиваются работы по благоустройству. Подробнее в сюжете. На остановке школьной в Новолейной теперь не только можно дождаться автобус, но и погулять. К сентябрю здесь успели закончить все работы по благоустройству. Средства выделялись по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Заодно привели в порядок территорию перед ЗАГСом Ленинского округа. Появилась новая лестница и установлены пандусы. Мы видим с вами, что основка школьная обустроена по современному виду. Будут установлены новые фонари, заменены старые аварийные деревья. И, конечно, сегодня на выезде мы внесли свои корректировки в план благоустройства. И главное, что мы договорились, что около нашего ЗАГСа в Ленинском районе будет обустроена новая стела, фотозона, на которой могут молодожены фотографироваться и запечатлеть свою памятную дату. На средства депутатского фонда во втором округе благоустроили дворовые территории. Обновили детские площадки. Около 5 миллионов потратили на ремонт автомобильных дорог местного значения и на территории частного сектора. В четвертом округе Евгения Савченко при благоустройстве дворов учли пожелания автовладельцев. Парковки сделали у домов 239 и 241 по улице Севастопольской. Конкурсы на благоустройство были отыграны намного раньше, чем в прошлом году. И позволилось сделать это намного качественной работой, которая предусмотрена. Округ большой, округ более 50 лет его дома, более 50 лет построен назад, поэтому много дворов, которые надо делать. И мы будем с коллегами-депутатами уже обсуждать вот эти депутатские так называемые деньги, депутатские 10 миллионов, которые выделяются на каждый округ увеличивать, потому что цена материалов растет, себестоимость работы растет, потребность растет. И поэтому мы будем находить санитивы, чтобы эту идею продолжать и суммы увеличивать, чтобы каждому депутату на округ доставалось больше возможностей. Сейчас в округе ведется работа по освещению и ремонту дорог в частном секторе. За счет экономии выполняют градиирование нескольких улиц. Часть средств направят на установку новых детских площадок. Каждый проект по благоустройству – это совместная работа жителей, депутатов и городской администрации. В 12-м округе она отлажена уже несколько лет. Что сделано общими усилиями этим летом, увидела Мария Эвстратова. Иркутянка Анастасия Бондарчук живет в 12-м городском округе уже 16 лет. В последние годы, рассказывает многодетная мама, общественные территории активно начали благоустраивать. Например, этим летом на постышево 27 на месте заброшенного пустыря обустраивают рощу благодаря программе «Народные инициативы». При проектировании общественной зоны архитекторы учли все пожелания жителей. Поэтому заасфальтированные дорожки расположили по народным тропам. Также здесь убрали 70 деревьев и кустарников, поврежденных молью. Сильно очень изменился наш бульвар постышево и этот район благодаря нашему депутату-друзинку Александру Валерьевичу. Эта роща, она была всегда темная. То есть мы несколько раз уже писали просьбу, чтобы сделали освещение. Ребятишек очень много ходит туда-сюда, из школы и в школу. Мы в большом предвкушении, когда уже работы все закончатся и станет на одну зону больше для отдыха. Дополнительно в этом году здесь покрасят детский городок, установят лавочки и урны, проведут многоуровневое освещение. А в центре рощи на Новый год будет красоваться ель. А это новая спортивная площадка на постышево 27а. С просьбой благоустроить эту территорию к депутату обратились жители близлежащих домов. И осенью прошлого года на месте, где был старый корт, появилась универсальная спортивная площадка с турниками. Мы думали расширить детскую площадку. Потом нам Александр Валерьевич предложил поставить баскетбольное поле, как турники, тренажеры. Ну как бы посовещались и решили, что это будет оптимальный вариант, как бы хорошо. И для молодежи постарше, и для ребятишек, для всех возрастов. В дополнение, рядом с новой спортивной зоной в этом году установят 10 уличных тренажеров. А в планах на 2023 год установка лавочек, посадка деревьев с установкой газона. Работы ведутся и на улице Верхняя набережная. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь сегодня полным ходом идут земляные работы, разработка грунта и отсыпка части водного пространства скальником. Уже в 2023 году на участке протяженностью в 600 метров от Академического моста до 107-го дома обустроят две полосы движения и пешеходный тротуар с двух сторон дороги. Также планируют сделать велодорожку и провести освещение. Мария Евстратова, Иван Прокудин, Константин Синицын, Гордума 38. Сегодня гость нашей студии депутат по 12-му избирательному округу города Иркутска Александр Валерьевич Друзенко. Друзенко Александр Валерьевич, избирательный округ номер 12, член партии «Справедливая Россия». В сентябре 2019 года избран депутатом Думы города Иркутска 7-го созыва. Стал заместителем председателя комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна. Вошел в состав комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике. В 2010 году окончил юридический институт Иркутского государственного университета. В 2011 году получил второе высшее образование, окончив Байкальский государственный университет экономики и права. По специальности экономика предприятия и предпринимательская деятельность. В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Награжден почетным знаком «Строительная слава», почетными грамотами Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области, Национального объединения строителей, Национального объединения проектировщиков, Российского союза строителей, Союза строителей Иркутской области. Александр Валерьевич, добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня праздник, День знаний. Как он начался в вашем округе, тем более, что около 27-й школы планируется строительство. Вот что за объект? Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее. Вообще, как и в любой школе, в 27-й не хватает количества учебных мест. На сегодняшний день там обучается 1380 ребятишек. И мной неоднократно на заседаниях Думы, ну и в рабочем порядке с департаментом образования, доносился вопрос о необходимости строительства. Но школа советской постройки, тогда были другие стандарты, другие требования к школам. И для постройки полноценного современного блока, к сожалению, не хватает размера земельного участка. Мы сейчас этот вопрос прорабатываем, но он в такой достаточно отдаленной перспективе. И поэтому было принято решение построить модульный учебно-творческий блок. И, соответственно, там будут размещаться не только творческие классы, но и классы для дошкольного образования. В связи с нехваткой кабинетов, часть актового зала до 7-й школы задействована под буфет, что тоже, наверное, неправильно, поэтому мы всячески пытаемся помочь. К сожалению, раньше этого сделать невозможно было, потому что, ну, как вы знаете, большая часть города попала под седьмую, под зону при аэродромной территории. К счастью, сейчас мы эту проблему миновали, и в данный момент МКУУКС ведет подсчет, сколько необходимо на проектную документацию, ну, а в дальнейшем на возведение учебно-творческого блока. Так что не беспокойтесь, там будут и обучаться, и развиваться творческими. А как решается вопрос с Домом творчества? Он же тоже где-то рядышком должен стать по проекту? Да, буквально на соседнем земельном участке, вот, это наш с коллегой Стрельцовым, так скажем, совместный проект, поскольку, ну, там, как раз на границе территории. И седьмая, седьмой школа творчества, да, которая расположена в Лисихе, она на сегодняшний день находится в трех, если я не ошибаюсь, не жилых помещениях, а жилых домов. Ну, еще и они раскиданы все. Да, 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 то есть помимо того, что неудобно, ну, помещение специализировано, так скажем... Ну, его нету просто. Не подготовлено, да. На сегодняшний день разрабатывается проектно-смертная документация, сегодня она проходит повторную госэкспертизу, до этого, значит, экспертизу они не прошли. И порядка 430 миллионов мы планируем заложить на строительство домотворчества. Срок строительства до 3-24 год. Ну, вот более тысячи детей сейчас учатся в 27-й школе, там ведется рядышком застройка. Скажите, пожалуйста, вот когда решился вопрос с преаэродромной зоной, все-таки стало возможно строительство в микроне Байкальском новой школы? Вот насколько она снимет напряженность в округах? Потому что у вас две школы, 27-я и 39-я, и 39-я вы ее делите со смешным округом. Или чего? Вот новая школа решит проблему? Или дети так, как они учились, в одну смену так и не будут учиться? В две смены, да. Мы, конечно, все стремимся к выполнению так называемых майских указов нашего президента, чтобы все школы перешли на односменный режим работы. Что касается территориальной нарезки по округам, я бы, наверное, все-таки рассматривал в целом весь Октябрьский округ, поскольку это, так скажем, параллельное межевание, то есть это избирательная округа и, так скажем, количество детей прикреплено к той или иной школе. Но школа на округе Коллеги Ильичева планируется на 1600 мест, в ближайшее время приступят к строительству. Она, безусловно, разгрузит все действующие школы, там 39-я школа у микрорайона Байкальский, но в односменный режим мы, к сожалению, перейти пока не сможем, потому что школы загружены более чем в два раза, и основное количество школ построено еще в советское время. Плюс активно застраивается Нижняя Лесиха, район Воложской, и количество жителей будет только прибавляться. Но в ближайшее время будет дать что-то проектирование еще одной школы, вот в микрорайоне Лесиха, район так называемого Красного квадрата. Там сейчас решается вопрос с земельным участком, и я думаю, что совместно с коллегами мы все-таки сможем решить вопрос, и будет построена еще одна школа, что, собственно, нас приблизит к переходу на односменную. Но я думаю, что мы все-таки даже при наличии еще одной дополнительной школы приблизимся к этому, но сможем реализовать, я думаю, более подробно коллеги смогут ответить из департамента образования. Ну это замечательно, что школы в Иргутске все-таки будут строиться, и есть планы, и депутаты всячески способствуют все-таки продвижению этого вопроса. Под Красным квадратом, который вы сказали, это район Дальневосточный, все лето люди ждали, когда же начнутся на работы по... Это нижняя набережная, правильно звучит? Верхняя набережная, которая связывает с торговым центром. Работы вроде бы начались, 17 августа у вас даже позд был в телеграм-канале, что все начинается. Как продвигается все? Ну, что касается этого участка, начиная от съезда с Академического моста до Бульвара Пустышева, в рамках единой концепции, которую наш мэр предложил, объединить все набережные от плотины ГЭС до Ушаковки. Там 26-й год. Да, срок сдачи вроде 26-й год, но, к сожалению, этот участок на верхней набережной, он по какой-то причине все время выпадал. Хотя о нем многие говорили, но тех или иных проектных решений за последнее время их не было. То есть до момента как раз первого этапа реконструкции участка по верхней набережной по программе безопасной качественной дороги. Вообще этот проект должен был быть завершен еще в прошлом году, но в связи с изменением проекта, как вы помните, в прошлом году был аномально высокий сброс, и поэтому для того, чтобы не рисковать качеством и безопасностью, решили внести изменения в проект, соответственно, это изменение стоимости и так далее. Слишком поздно вышли с государственной экспертизы. По плану это было, конечно, начало июня, и тогда бы мы укладывались как раз в срок. Мы ведем активную работу с подрядчиком. Но в связи с тем, что вышли только в начале августа, мы сейчас хотим подписать доп. соглашение о продлении сроков на следующий год, потому что чисто технологически подрядчик не успевает. Тут нет абсолютно его вины, тут бюрократические проволочки у нас случились, то есть мы не всесильны, и поэтому приняли решение все земляные работы технологические провести в этом году, поскольку, так скажем, погодные условия не особо влияют на производство земляных работ. Закупить все материалы, а в следующем году, когда уже в теплое время года, нужно закатать все это в асфальт, сделать ограждение, бордюры и так далее. Ну, чтобы это все не развалилось, потому что, ну, если стремиться это все сделать до Нового года, ну, какой смысл? Ну да, потом бы это все некачественно. У нас есть первый звоночек. Добрый вечер, Николай, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я проживаю по улице Сибирской, дом номер 38. Вот у нас возле четвертого подъезда лестница в плачевном состоянии находится. Подскажите, пожалуйста, когда нам ждать ремонта? Спасибо. Спасибо за вопрос. Знакомый адрес. Да, адрес знакомый, проблема наболевшая, но в этом году мы включили как раз перечень работ по благоустройству этот объект. До конца года однозначно этот объект будет решен, ну, этот объект будет введен, и на лестнице будет произведена реконструкция. Так что в ближайшее время закончим. Ну, вот у вас активно велось благоустройство на округе, вот по отчету за первое полугодие, там большой список. Вот есть объект, который хотелось бы выделить, возможно, с какими-то трудностями столкнулись, либо каким-то объектом гордитесь? Ну, в этом году как раз вот мы сделали упор на дороги, ну, на внутриквартальные проезды, а также на детские площадки. То есть практически все площадки мы либо заменили, либо восстановили. Вот в вашем, извините, округе перебью, убирали согласно требованиям новой площадки? Вот в 25-м, говорят, убрали все. Ну, да, это связано с новыми требованиями, да, что площадки в целях безопасности, которые расположены на сетях, да, должны быть перенесены. Вот, ну, мне в этом плане относительно повезло. Было несколько площадок, две точные адреса сейчас не скажу, вот, но из всего количества, меня это практически не коснулось, поэтому мы эти денежные средства, которые были, как раз направили на восстановление, либо на то, чтобы новые площадки ставить. Поэтому у них появились. А спортивные появились? А спортивные площадки, ну, вот мы ввели, значит, ледовый корт внизу на Постышево, значит, вот ту площадку, про которую мы говорили, Постышево 27, возле 27-й школы, значит, площадка по другим площадкам ведется работа, ну, к сожалению, микрорайон сформирован в советское время, да, и если где-то будет возможно, то есть сейчас ведутся работы по формированию земельных участков, потому что там есть свои нюансы, вот, если в ближайшее время мы завершим эту работу, на будущий год обязательно сделаем еще дополнительные площадки. А когда Бульвар Постышево вот полностью приобретет единое, ну, станет единым пространством, потому что, знаю, что около библиотеки еще не асфальтировали? Да, там долгое время как раз была проблема определить, за чей счет будет производиться ремонт. В этом году мы заблажили 1 миллион рублей на благоустройство территории перед библиотекой, ну, и до ноября мы планируем завершить. И, да, действительно, вы правы, что в этот момент Бульвар Постышево единый цельный вид приобретет, поскольку первый-второй этап благоустройства уже завершен. Ранее сама площадь вот эта на Бульваре Постышево тоже была реконструирована, поэтому сейчас это будет единый целый комплекс. Сейчас это очень красивое пространство, которое организовалось, особенно для приезжих, но многие отмечают. А в планах ваших есть еще такой же масштабный проект? В вашем обруге. Есть ли места, которые хотелось бы привести в порядок? Ну, это вот вернемся все-таки к вопросу верхней набережной, да. Если возвращаться к единой набережной, мы сейчас совместно с главным архитектором города Жуковым Антоном Михайловичем разрабатываем проект, в рамках которого можно было бы провести берегоукрепление через муниципально-частное партнерство. Расскажу поподробнее. Есть на соседнем участке от плотины ГЭС до Бульвара Постышева, есть уже проектные решения, сейчас их совмещают с проектом ливневой канализации по берегоукреплению. Там масштабные федеральные влияния, порядка нескольких миллиардов рублей. И, соответственно, за время моей депутатской деятельности, ну, никоим образом мы не успеем сделать верхнюю набережную. И мы приняли решение, что необходимо разработать концепцию, да, когда, значит, сделать в рамках как раз вот единой набережной, получается, остров Мокрый и остров Конный делят русло реки Ангары на несколько участков, да. Получается, русло идет как бы левее острова Мокрый и Конный. А вот есть вот этот канал, который вдоль, ну, так скажем, возле весны, да, мостик, вот, по переходу на остров Конный, сделать там, ну, что-то типа грибного канала и, значит, сформировать земельные участки, где предприниматели, ну, могли бы заниматься какой-то деятельностью. То есть мы им передаем участки в концессию либо в аренду, правовые механизмы мы еще отрабатываем. Но за счет этих денежных средств как раз произвести благоустройство, чтобы хотя бы асфальтом, ну, либо каким-то другим покрытием самая главная задача соединить. Ну, а дальше уже, когда будут федеральные деньги, когда сделан будет вот участок от плотины ГЭС, говорить дальше о выделении федерального финансирования, чтобы сделать это красиво в граните. Сейчас важно, чтобы велосипедисты, либо на роликах, даже пешеходы могли спокойно прогуляться от бульвара Постышева, либо от плотины до нижней набережной. То есть основная задача сейчас соединить. Вот этот большой колоссальный проект мы сейчас прорабатываем. Александр Валерьевич, вот вы с таким энтузиазмом рассказывали сейчас про план набережной. А это только план по благоустройству набережной, либо у вас есть какие-то проекты касаемо всего округа? Спасибо за вопрос, это моя любимая тема, потому что, так скажем, за годы своей депутатской деятельности хотелось бы сделать целостную концепцию развития. Я как раз являюсь членом депутатской группы «Стратегия социально-экономического развития», где мы хотим разработать концепцию, каким должен быть Иркутск в 30-40-м году. И в рамках этого мной сейчас разрабатывается мастер-план. Округ можно разделить условно на три территории. Это территория так называемых хрущевок, частный сектор, деревянные домостроения и микрорайон парковый, жилой комплекс «Жемчужина» и так далее, все, которые рядом. У каждого свои проблемы, у каждого свои пешеходные тропы и так далее. Все эти участки необходимо так или иначе соединить с набережной, чтобы можно было удобно добраться до водной глади, до водной поверхности. К примеру, у жителей родных берегов, у жителей частного сектора есть спуски, но они не оборудованы. Сейчас я занимаюсь тем, чтобы продумать все возможные маршруты, чтобы людям было удобно добираться до остановочных пунктов, до мест развлечений, до мест социального обслуживания и так далее. Чтобы была концепция единая, чтобы идти не по пути затыкания дыр, что, допустим, нет площадки, нет школы, а чтобы эти все вопросы прорабатывали системно. Потому что, с чего мы начали, что границы административных округов и границы избирательных округов, какие-то требования к объектам здравоохранения, объектам образования, они все различны. Но так или иначе, это все равно привязано к определенным территориям проживания людей. Главное сделать среду обитания и проживания комфортной. А когда плавируете, закончите? Работа начата, я думаю, что в следующем году, к весне завершу, потому что необходимо изучить действующие трафики. К примеру, в этом году вы спрашивали про объект, мы выиграли конкурс народной инициативы, и в районе Бульвара-Постов, как раз чуть повыше библиотеки, мы сделали сквер, привлекли дополнительные деньги, 3 миллиона 300, и из богом забытого места, в котором там куча необрезанных деревьев, мы сделали красивую освещенную территорию, подрезали все деревья, лавочки, площадки. Теперь это место станет, я думаю, местом притяжения молодежи, пенсионеров. Там действительно будет приятно посидеть, пообщаться. И как раз с проектировщиком мы переговорили, что основные оси, по которым дорожки пешеходные будут сделаны, давайте оставим, где они уже натоптаны естественным путем. Пусть это будет не совсем правильная симметрия, но не будет того, что мы там сделали какие-то площадки, а народ ходит по-прежнему, как и ходил. Поэтому мы решили встроиться в среду и реализовать именно в таком виде. Замечательно. Проговорили сейчас вы про медобъекты. Но сначала давайте дадим возможность задать вопрос нашему телезрителю. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте, я живу в доме номер 55, Б, улица Дальневосточная. У нас прямо в окна залетает ветви от деревьев. Как можно их обрезать? Спасибо. Ну, смотрите, вся домовая территория, она относится к подведомости на управляющим компаниям. И обрезка деревьев на этих территориях осуществляется за счет средств многоквартирного дома. Поэтому необходимо обратиться в управляющую компанию, они вас включат в график. Вот. И я думаю, что в рабочем порядке это все можно решить. Ну, если вдруг какие-то есть вопросы или нюансы, можно обратиться в мою приемную. И все вопросы эти решим. Потому что на общественных территориях это городская среда занимается обрезкой деревьев, а вот в придомовых территориях бралищи компаниями. А вообще, насколько вот эта проблема для вашего округа, ну, серьезная? Может быть, что-то планируете заменить, какие-то старые деревья, либо проводить обрезку деревьев? На общественных территориях, я думаю, что мы с этой проблемой почти справились. Ну, тут невозможно говорить почти или не почти, деревья так или иначе растут. Вот. На все заявки, которые были, значит, за зиму, за весну направлены в мой адрес, мы деревья все обрезали, ну, и спустя некоторое время все это вывезли. Поэтому, если есть какие-то вопросы у жителей округа, вы готовы выехать на место, посмотри. Вот. Потому что процедура для жителей, я думаю, не самая простая, поскольку все деревья эти стоят, оказывается, на учете, есть там целая карта. Просто так не обрежешь. Да. Просто так нельзя прийти и обрезать, хотя, казалось бы, там, ножницы, и можно все это самим реализовать, но можно напороться на крупный штраф, поэтому с удовольствием включимся в эту работу и поможем. Я хочу консультировать. Итак, я хотела задать вопрос по поводу судьбы поликлиники. В прошлый ваш визит к нам мы обсуждали строительство на Дыбовского, но помимо 7-й приэродромной зоны, там еще возникла проблема, когда министерство не смогло получить федеральные средства. Вот сейчас на каком этапе все-таки будет? Нет. Сегодня Минздравом направлена повторная заявка на то, чтобы утвердить финансирование для строительства филиала первой поликлиники. Вот, насколько мы все знаем, на сегодня первая поликлиника, к ней прикреплено порядка 70 тысяч граждан, при расчетной нагрузке в десятки раз меньше, а пропускная способность порядка 500-600 человек, а необходимо более тысячи. Так вот, как раз вот этот филиал поликлиники, который будет находиться в микрорайоне Солнечный, поможет разгрузить это будет специализированное помещение. Ну, будем надеяться, со стороны депутатов отработаны все вопросы. Сейчас мы ждем именно финансирования. Земельный участок сформирован, тут уже не от нас вопрос зависит. Мы регулярно вызываем представителей Минздрава на депутатские слушания, на профильные комиссии для того, чтобы выяснить, в какой стадии находятся. Ну, и сейчас мы эту работу продолжим. Поэтому, ну, к сожалению, действия сейчас третьих лиц, от них больше зависит. Ну, прилагаем все усилия, потому что это одна из основных проблем. И еще один вопрос, Александр Валерьевич. Вот сейчас начнет работу Дума после летних каникул. Какие вопросы, какие задачи вы ставите перед собой? Вот, что бы хотелось реализовать, какие проекты представить? Ну, прежде всего, заложить деньги на проектирование, на строительство социальных объектов, проектирование, как я уже говорил, 27-й школы. Значит, заложить проектирование второго этапа на Верхней набережной, чтобы от дома по улице Верхней набережной 107 до бульвара Постышева произвести аналогичные работы, чтобы привести вот этот участок, от, назовем это, кафе «Мамини» до съезда с Академического моста, чтобы оно было все в единой стилистике. Вот, следующим этапом, ну, естественно, заложить деньги на строительство, проконтролировать, чтобы деньги адресно дошли по Дому творчества. Ну, собственно, с вами все вопросы проговорили, это такая текущая работа. Но основное, да, конечно, сейчас успеть в бюджет заложить. Основной это бюджет, к чему мы готовимся. Я надеюсь, что у вас все получится и год завершится на хорошей ноте. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию и отвечали на наши вопросы. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели «Городома-38». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин